Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. Касым Жмар-Тукаев встретился с Ербулатом Досаевым. Председатель Национального банка доложил главе государства о деятельности финрегулятора и состоянии рынка за последние 9 месяцев. А также о мерах по сохранению инфляции в пределах целевого коридора и обеспечению качественного роста кредитования экономики. Кроме того, глава Нацбанка рассказал о реализации программ льготного кредитования, проведении независимой оценки качества активов банка второго уровня и ходе исполнения поручений данных президента, в частности, об итогах работы по снижению долговой нагрузки гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Глава государства поручил председателю Национального банка обеспечить эффективную работу финансового сектора. Президент также принял Акима столицы. Алтай Кульгинов доложил президенту о работе центра «Женуя», открытого для поддержки социально уязвимых слоев населения, а также о планах по строительству трех новых реабилитационных центров. Кроме того, он рассказал о том, как выполняют поручения главы государства по возведению доступного жилья для очередников, как идет работа по газификации города и что делают для решения проблемы долевого строительства. По словам Алтая Кульгинова, в столице в ближайшие три года построят 80 километров тротуаров, а еще 100 километров велосипедных дорожек. В рамках празднования 175-летия Абая в Нур-Султане откроют центр Абай-Алеме, а к 125-летию Сакена Сейфулина, Баимбета Майлина и Ильяса Дженсугурова установят памятник Уш-Арыс. В завершении беседы глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию города. За 25 лет Евразийский экономический союз прочно укрепил позиции на мировой торговой площадке. Важно и дальше наращивать темпы сотрудничества, считают участники ЕАЭС. Особенно сегодня, когда быстро меняется конъюнктура рынка, растет конкуренция между державами, возникают торговые войны, вводятся санкции. И все это в результате влияет на нестабильность мировой экономики. По данным Организации Объединенных Наций, развернувшаяся торговая война может привести к потерям мировой экономики от 850 миллиардов долларов до почти 1 триллиона долларов уже к началу следующего года. Снижение темпов производства, сокращение инвестиций в глобальном масштабе может составить около 1% от всеобщего валового внутреннего продукта. Это колоссальная цифра. Снижение темпов экономического роста в мире, особенно у наших основных торговых партнеров Европейского Союза, Китая, могут повлечь за собой и нежелательные последствия для нас. В первом полугодии 2019-го товарооборот между странами Союза и Третьими Республиками сократился на 2%. Больше чем на 5% снизилась взаимная торговля участников ЕАЭС. Если перевести в деньги, это 28 миллиардов долларов. Меньше продавать за рубеж стали и казахстанские предприниматели. Экспорт со странами Евразийского экономического союза снизился на 6,3%. Одна из ключевых проблем у отрасли – административные барьеры на общем внутреннем рынке. К примеру, в России зачастую не признают казахстанские сертификаты. Действует принцип «один документ, одно требование». То есть это означает, что сертификат, выданный уполномоченной организацией той или иной страны, он должен признаваться на территории всей пятерки. При этом мы видим, что, говоря о том, что есть случаи, когда выдается сертификат в Казахстане ненадлежащим образом по процедуре или еще что-то и так далее, и так далее, под этими аргументами не принимается продукция в оборот. И вынужден наш предприниматель получать сертификат в Российской Федерации. В целом, для снижения барьеров на общем внутреннем рынке участники так называемой «пятерки» уже сделали немало. Сформировали необходимую нормативную базу для свободной торговли. Теперь важно, чтобы полноценно работали остальные механизмы. Полагаю, комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри Евразийского экономического союза. Суд союза должен полностью выполнить свое предназначение и реализовать задачи, которые возложены на него, как на независимый орган. Принимаемые заключения имеют консультативный характер. Стороны не всегда принимают во внимание заключения Евразийского суда. При этом нередко в нашу страну завозят контрафактную продукцию. Благо, серый импорт вовремя удается пресечь. На сегодняшний день выявлено 367 фактов ввоза товаров в отношении 171 налогоподельщик, которые не имеют отношения к возимым товарам, либо предприятие признан банкротом, либо ликвидирован. Оборот по ним составляет более 3 миллиарда тенге. Ущерб в бюджет составляет 378 миллионов тенге. Виновные будут наказаны, утверждают в Комитете госдоходов. И это крайне важно, особенно сейчас, когда Союз находится на перекрестке глобальных рынков. Сегодня Союз служит важным транспортным узлом, соединяющим Восток и Запад. Следует правильно этим воспользоваться. Наблюдается устойчивый рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по направлению Китай, Европа, Китай. В Казахстане произведен запуск трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам, Китай, Казахстан, Европа, который решает логистические вопросы по продвижению наших товаров на рынок стран Асьян. Для того, чтобы защитить национальные интересы Казахстана в рамках ЕАЭС, мажоресмены направили депутатские запросы главе правительства. Парламентарии в очередной раз предлагают снизить отраслевые ставки НДС для приоритетных сфер экономики. Нужно учитывать и тот факт, что снижение НДС на товары и услуги народного потребления в рамках инициированной Ельбасы, но Султан Назарбаевым экономики простых вещей могли бы снизить их себестоимость и смягчать социальные последствия инфляции и ставших регулярными девальвацией. По данным СМИ, со вчерашнего дня Россия уже ввела пониженные ставки НДС для некоторых визов сельхозпродукции, в очередной раз опередив наших неповоротных чиновников. Полагаем, что переход к пониженным отраслевым ставкам НДС мог бы стать началом реальной налоговой экономической реформы. Реформировать экономику стран-участниц Евразийского экономического союза поможет разработка единой транзитной системы и активное внедрение цифровых технологий. Цифровые технологии дают нам улучшение документа оборота. То есть все сертификаты, все стандарты сертификации товаров, как по импорту, так и по экспорту, так называемому в рамках экономического союза, дают конкурентоспособность нашей продукции. Более того, мы бы хотели обратить внимание на то, что инициатива президента Тухаева, она даст возможность ускорению товарооборота, то есть увеличится товарооборот за счет преодоления административных барьеров. Поддерживать устойчивый экономический рост сегодня крайне важно, даже несмотря на сложные глобальные условия. И здесь большие надежды члены «пятерки» возлагают на Евразийский экономический союз. Тем более сейчас, когда с каждым годом желающих стать его участниками становится больше. Ирина Панфилова, Александр Солмина и Умербек Езимов. Хабар-24. Страны Содружества будут совместно бороться с преступлениями в сфере информационных технологий. Соответствующий документ одобрили депутаты Мажелиса. Напомню, соглашение о сотрудничестве стран СНГ главами государств было подписано в сентябрь прошлого года в Душанбе. Оно предполагает обмен информацией между правоохранительными органами по преступлениям, связанным с кибербезопасностью. Также будут сняты определенные барьеры в финансовых структурах, упростят и порядок запросов. У нас в расследовании находится уголовное дело, где 42 наших гражданина перечислили свои деньги, поверив различным рекламным проспектам в интернете на территории Российской Федерации. В конце концов, эти деньги, порядка 200 миллионов, оказались обналичными в соседней стране, причем в разных городах. И чтобы такие преступления на них вовремя среагировать, в первую очередь предотвращать такие преступления, в случае совершения вовремя среагировать, добыть доказательства, задержать виновных лиц, нам нужны именно такие соглашения. Около 600 человек Казахстана вернул из зон боевых действий. Большинство из них – женщины и дети. Об этом сообщила на брифинге помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. По ее словам, в Соединенных Штатах приветствуют усилия нашей страны по поддержанию мира и безопасности в регионе. В Госдепартаменте США отмечают важность укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии. Здесь придают особое значение совещанию на уровне министров иностранных дел в формате C5+,1, в рамках которого госсекретарь США Майк Помпео встретился со своими коллегами из всех пяти республик Центральной Азии. На брифинге Элис Уэллс также рассказала о предстоящей конференции «Умных городов», которая пройдет в Казахстане в рамках глобального контртеррористического форума. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ознакомился с развитием Шимкента и строительством Туркестана. Сегодня утром ему представили проект нового терминала, а затем глава правительства выехал на окраины мегаполиса. Эти территории присоединили к городу в 2015 году, но до сих пор там есть нерешенные проблемы. Подробности в материале Катерины Попковой. Так будет выглядеть новый терминал аэропорта Шимкента. Он появится уже осенью следующего года. За его реализацией внимательно следит глава правительства Аскар Мамин. А это уже окраина Шимкента. Здесь нет городского лоска и многих благ цивилизации. Местная жительница Гульнас Абдирова обратилась за помощью в приемную партии Нур-Отан. Неделю назад ее принял премьер-министр и обещал лично приехать и посмотреть. Аскар Мамин ознакомился с состоянием инженерной инфраструктуры жилого массива Бадам. На сегодняшний день вопрос инфраструктуры абсолютно не решен. Но на сегодняшний день проводятся качественные электрокабели. Ее, наверное, подрядчики говорят, в октябре месяце уже сдадут в эксплуатацию. Премьер-министр также посетил значимое для многих горожан место – городище Шимкент. Скоро здесь появится музей под открытым небом. Проект несет историческую ценность и призван стать привлекательным туристическим объектом. Глава правительства также осмотрел завод по производству керамогранита. Сегодня это одно из образцовых предприятий, где используют передовые технологии. На сегодняшний день более 7 миллионов квадратных метров продукции произведено нашим народом. Из них 22% более 1,3-1,4 миллиона квадратных нашей продукции экспортируют в Раду. Республика в Уфганистан, Терпинзию и Таджикистан. Премьер-министр побывал и в Туркестане. Там он посмотрел строительство дороги на международный аэропорт, а также других крупных объектов. Но особое внимание озеленению. Оскар Мамин посадил дерево на аллее, дав старт предстоящей 3 октября республиканской акции по посадке саженцев. Завтра мы планируем, что будет высажено, во время экологического часа, будет высажено порядка 200 тысяч деревьев по всей стране. После этого 12 октября мы проведем масштабную акцию по посадке деревьев уже по всей республике, не ограничиваясь только школами. Вообще в целом, по нашим расчетам, этой осенью будет высажено не менее 1 миллиона деревьев. До конца года в Туркестане уже сдадут первые объекты. Это будет здание Акимата, медиа-центр, площадь Нур-Султан, городской парк, музыкальная школа, а также новый ЦОН. Ежедневники премиум-класса и километры туалетной бумаги. Отечественные юристы заинтересовались странными расходами сотрудников единого накопительного пенсионного фонда. Зачем в организации закупают дорогостоящую канцелярию и тратят сотни миллионов на рекламу, по сути, монополиста рынка, попытался выяснить мой коллега Андрей Деменок. Общественник Станислав Лопатин один из первых обеспокоился здоровьем сотрудников Единого национального пенсионного фонда. Когда на сайте государственных закупок обнаружил в центральном аппарате с численностью чуть меньше пяти сотен человек закупили 24 тысячи рулонов туалетной бумаги. Юрист вместе с коллегами даже подсчитал, что с учетом рабочих дней, которых в году 249, сотрудники фонда ежедневно тратят в день 96 таких бумажных бобин. А если учитывать, что в рулоне 23 метра, то в развернутом виде длина такой ленты составит более двух километров. Управляющий директор ЕНПФ начинает возражать. У нас нормы расхода такие. Хорошо, посчитали. Получилось в среднем один работник ЕНПФ в день 6 метров туалетной бумаги тратит. Ну куда? Ну что это? 5,1, но мы взяли, что люди могут болеть, в отпуске находятся. Вот и получилось 6. Встречное возражение от Утигуо. Ну нет, вы не считаете тех, кто к нам приходит, посетителей. Это ж сколько посетителей. Я не уверен, что у них вообще столько унитазов есть, если на то пошло, чтобы израсходовать такое количество туалетной бумаги. Вызывает беспокойство у юристов не только пристрастие сотрудников фонда к бумаге туалетной. На том же сайте государственных закупок они обнаружили еще один лот. В том же центральном аппарате закупили пять сотен ежедневников, каждый стоимостью 5000 тенге. Оказалось, что в книжных магазинах за эту сумму можно приобрести блокноты исключительно премиум класса. Наши блокноты начинаются от 700 тенге до 5000. А можете показать, вот, к примеру, за 5000, какие блокноты существуют? Блокнот, к примеру, в таком формате, в кожаном переплете, стоит около 5000. А кто преимущественно берет блокноты вот за такую сумму? Все-таки цена достаточно приличная. Офисные работники в большом случае берут эти блокноты. Согласно отчетам самого ЕНПФ, помимо гиперинтереса к бумажным изделиям, не скупятся они и на рекламу собственной организации. На эти цели только в прошлом году потратили 277 миллионов тенге. Правда, сейчас эту цифру фонги предпочитают называть ошибочной. Уже заявляют неправильно, это ошибся аудиторская организация. Это не расходы на рекламу, это расходы на информационные услуги. Вот мы там обучали людей тому, что надо в ЕНПФ деньги нести. Это довольно абсурдные вещи, потому что по закону работодатели обязаны перечислять эти пенсионные отчисления в пенсионный фонд. Не отчислят все там, арестуют счет чуть ли не до тюрьмы. Ну куда это? Зачем эти информационные услуги? Вот целесообразность их. Надо проверять все это досконально, куда эти деньги уходят. Тем временем в ЕНПФ комментировать свои расходы не торопятся, ссылаясь на высокую загруженность сотрудников, а на многочисленные вопросы предпочли ответить статистическими показателями прошлого года. Одни из самых любопытных цифр, как это часто бывает, размеры зарплат. Согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с требованиями МСФО, расходы ЕНПФ составили общие административные расходы 4,3 миллиарда тенге и расходы на персонал 7,9 миллиарда тенге, включая все виды выплат, предусмотренных законодательством, налоги и социальные отчисления. Вызвала обеспокоенность у юристов и эта информация. Услышав ее, они снова взялись за калькуляторы. Получилось, что при численности штата чуть более 1700 человек и в общем бюджете почти 8 миллиардов тенге на одного сотрудника приходится в месяц в среднем по 400 тысяч. Впрочем, эксперты не исключают, что все это может быть верхушкой айсберга, а остальная его часть скрыта за результатами аудиторской проверки. Сейчас эти данные, кстати, они пытаются оспорить в суде. К слову, за эту самую проверку в ЕНПФ заплатили 43 миллиона тенге. Андрей Деменок, Ержан Рахмельбердеев, Хабар, 24. Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заместителя Акима Алматинской области Багдата Манзорова. С таким ходатайством следователь обратился в прокуратуру. Об этом сегодня рассказали в агентстве по противодействию коррупции. Досудебное расследование по делу чиновника продолжается. Напомню, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Остальную информацию в интересах следствия пока не разглашают. Расследование в отношении Манзорова продолжается. Действие квалифицируется по статье 190, части 4, пункт 2. Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следователям направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Остальная информация оглашению не подлежит. Ветрау. Нефтяные озера и емкости с остатками нефтепродуктов отравляют экологию города. Такое наследие оставила пропарочная станция, закрытая еще 13 лет назад. На ней очищали железнодорожные цистерны. Судьбой нефтяных останков после того, как жители обратились к нам за помощью, заинтересовались экологи и транспортная прокуратура. Виктор Сутягин с подробностями. За месяц, отведенный железнодорожником на утилизацию этого рукотворного мини-месторождения, здесь ничего не изменилось. Все семь озер и емкостей с остатками нефтепродуктов продолжают токсичными испарениями травить экологию города. Железнодорожники игнорировали предписание экологов приступить к уборке нефтяных отходов и рекультивации завозученной территории. Эту наследие от пропарочной станции и компании КТЖ. Закрыли ее 13 лет назад по решению суда. До жилых домов отсюда рукой подать. Уходя, железнодорожники оставили не только емкости и озера с отходами нефтепродуктов. Мазутом залиты недемонтированные железнодорожные пути. Ржавеет эстакада, разрушаются здания. Проблема все не решается. Свои силы решили попробовать депутаты. Мы полностью поддерживаем гражданский совет. Мы в курсе, что там разлив нефти был. И самое важное сейчас момент, надо рекультиваться, да, это место. И мы будем контролировать этот вопрос и доведем до конца. А закончиться история должна была еще на днях. Предписание в адрес нацкомпании экологи потребовали очистить территорию до 30 сентября. После получения ответа на ранее направленный запрос департамента будет назначена внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. То есть в случае неисполнения выданного предписания департаментам будет возбуждено дело в административном правонарушении. Но мы будем следить за развитием ситуации, дожидаясь, когда железнодорожники, наконец, приступят к уборке этой территории, где природный токсин, каковым является нефть и продукты из нее, испаряясь, продолжает отравлять экологию города. Виктор Сутягин и Тимирал Сутангазиев, Атырау, Хабар, 24. Уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин обратилась к какему городу Алматы Бакаджану Сагентаеву с просьбой сделать из дома ребенка номер один первый в Казахстане центр раннего вмешательства и лечения детей с ДЦП. В 2012 году омбудсмен предложил объединить два дома ребенка, так как в них было мало детей. Аружан прислушались, дом ребенка номер один освободили, но сделать на его базе центр для лечения детей с ДЦП так и не смогли. Теперь омбудсмен вновь пытается решить эту проблему. Дочери Шинарни Гмеджановой в 4 месяца поставили диагноз ДЦП. Сейчас Айдарея 2,5 года, но до сих пор девочка не может самостоятельно ни ходить, ни кушать. Шинар считает, что если бы ее дочери смогли оказать своевременную помощь, то, возможно, сейчас она могла бы многое делать сама. Но, к сожалению, в Казахстане нет центров реабилитации, в которых можно наблюдаться с рождения. Я вот по своему опыту вижу, что я была не готова принимать ситуацию. Не верила, что с моим ребенком вот такое. За это время, ну, где-то год, мы могли бы по-другому уже как-то реагировать. Если бы реагировали бы вовремя, мы были бы, может быть, достижения у нас были бы другие, еще лучше. Открыть центр для реабилитации детей с ДЦП можно на базе детского дома номер один, здание которого уже давно бесхвозно простаивает. Кстати, несколько лет назад такое предложение рассматривалось. В таком центре нуждаются больные малыши, которым с самого рождения нужна медицинская помощь. Если мы не оказываем эту помощь на ранней стадии, то мы получаем к трем годам ребенка, уже которому невозможно так кардинально помочь. И когда у нас устанавливаются уже эти диагнозы и должна начинаться реабилитация, которой в Казахстане пока нет, мы потом тратим родителям и государству огромные деньги на реабилитацию, которая не принесет такого результата, как если бы это было оказано в своевременно. Этот детский дом когда-то был на балансе Управления общественного здравоохранения. В Акимате сообщили, что его передали в АО «Социально-предпринимательские корпорации». По словам оружан, там собираются сделать частный детский сад. Мы все понимаем, что можно забрать его из ПК, потому что посмотреть по срокам, как давно его передали, почему оно еще до сих пор пустует. И если есть потребность у жителей города использовать это здание, даже для такой небольшой, может быть, малочисленной группы, но уязвимой категории населения, то почему бы это не сделать? По статистике, в 1990 году в Казахстане на 100 тысяч человек было 23 ребенка с диагнозом ДЦП. В 2017 эта цифра выросла в 3,5 раза. Очень нехорошая тенденция, но ее можно не просто остановить, а предотвратить. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Кабар-24. Создать равные возможности для людей с особыми потребностями. Такую задачу глава государства поставил в своем послании народу Казахстана месяц назад, поручив разработать меры по улучшению медицинского и социального сопровождения детей с ДЦП и расширить сеть центров реабилитации. С этой целью в Казалардинской области вдвое увеличились затраты на социальную поддержку людей с ограниченными возможностями. До конца года 8,5 тысяч из них обеспечат необходимыми техническими средствами, еще полторы тысячи получат возможность поправить здоровье в отечественных здравницах. Отмечу, на сегодняшний день в регионе работают 10 полностью оснащенных реабилитационных центров. Их количество, обещают специалисты, будет расти. В своем послании глава государства особое внимание уделил детям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день в регионе около 30 тысяч человек с инвалидностью, около 5 тысяч из них – дети. 50% малышей охвачены специальными социальными услугами. В дальнейшем этот показатель намерены увеличивать. Сенсационное открытие сделали археологи на севере страны. На территории Уалихановского района ученые нашли артефакты XIV века, относящиеся к эпохе Золотой Орды. С подробностями Зайра Джакупова. В середине сентября на этом месте полным ходом идут раскопки. Возле сел Каратал и Береке группа обнаружила руины семи мавзолеев, предположительно, XIV века. Усыпальницы Золотой Орды принадлежат представителям династии Джучихана, говорят археологи. Вот такие мазары, как мы нашли, их не так много в Казахстане. А в этом регионе вообще впервые обнаружен такой уникальный артефакт. Мы приехали сюда с большой надеждой найти что-то уникальное. И мы нашли. Угол мавзолея с огромным куполом и мощные стены, по словам историков, инженерные сооружения возводились по специальным расчетам. Это было мощное массивное здание. Внутри сооружения удалось обнаружить остатки усыпальницы, которая принадлежит средневековым правителям, жившим здесь в долине реки Селиты, несколько столетий назад. О том, что на территории средневекового поселения развивалось животноводство, земледелие и ремесло, свидетельствуют следы от арыков, остатки обжиговых печей, обломки керамической посуды, золотых брошений и другие артефакты. Найдены и древние захоронения. Поисковые работы продолжатся символично, что столь уникальную находку обнаружили в преддверии празднования 750-летия Золотой Орды. Зайрат Жакупова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Впервые произведения сразу 60 отечественных авторов вышли в свет на французском языке. В Париже презентовали два тома антологии казахской литературы. Это стало частью проекта по продвижению нашей культуры в глобальном мире. Он включает в себя перевод сборников прозы и поэзии на шесть языков Организации Объединенных Наций. Алиас Исдыкова продолжит. Таких поэтических вечеров мэрия самого исторического первого округа Парижа еще не видела. На презентацию антологии собрались известные французские и казахские поэты, журналисты, критики и переводчики. И рассказывая о том, как преодолевались трудности перевода, с удовольствием цитируют особенно полюбившиеся строки. Крепотливая работа по переводу длилась около года. Только над французским вариантом работала группа из 70 человек. Первыми антологию прочли, конечно, корректоры и редакторы. И для них работа над этим проектом стала предметом особой гордости. Эти книги входят в число тех, которыми я горжусь больше всего. Антологии казахской литературы и казахской поэзии меня тронули до самой глубины, потому что я помогаю Франции открыть настоящую культуру, и это очень важно. Антология, как калейдоскоп жизни современного Казахстана, заинтересовала известных французских литераторов. Профессионалы дают особенно высокую оценку женской поэзии. В ней есть удивительное сочетание легкости, глубины и свободы. Да, через эти книги можно разглядеть душу казахского народа. Мы видим, что этот народ много страдал и сегодня хочет поделиться этим со всем миром. Вместе с тем он соблюдает традиции, хранит память предков, верность своей земле и своей культуре. Эта культура, безусловно, должна быть показана миру. Я говорил об универсальности, она существует. Мы говорим о любви, войне, мире, семье. Эти темы нам близки, и будет очень интересно их открыть через вашу культуру. То, что я увидел, это очень явный прогресс. Как и у нас течение вроде символизма, романтизма и так далее, те же самые этапы, что и во французской литературе, но в гораздо более быстром варианте. Этот проект только выпуском книг не закончится, говорят организаторы презентации. Антология, безусловно, откроет миру нашу литературу, но она уже соединила единомышленников. Над переводом работала большая международная группа. Практически все ведущие переводчики, которые более-менее знакомы с нашим регионом, с нашей литературой, были вовлечены. Все лучшие и на английском языке, и на испанском языке, и на французском языке здесь в нашем случае. И эти люди больше узнали о Казахстане. Они посетили страну, пообщались с авторами. Благодаря вот этому общению творческие сообщества разных стран стали намного ближе к Казахстану. Благодаря этому знакомству появляются новые проекты. Индивидуальные переводческие проекты, издательские проекты. Весь тираж антологии на французском языке, а это 10 тысяч экземпляров, будет передан в библиотеки, университеты, научные центры. Но доступ к книгам будет иметь любой желающий. Вскоре сборники казахской литературы должны появиться и во всемирной сети. Олеся Сдыкова, Бекхан Типсаев, Хабар-24, Париж, Франция. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok